сколько раз мы ходили по этому маршруту и никогда не обращала внимание на насекомых а тут посмотрела и мое внимание привлекли вот эти жуки они такие красивые похожие на божьих коровок только в отличие от божьих коровок у этих удлиненная брюшка они совершенно не боятся людей сколько я стояла снимала их на камеру они вот он летают перелетают с цветочка на цветок особенно их много вот на этих цветах это корчак ползучий это злостный сорняк у нас их очень и его очень много и мы даже пожалели что не взяли с собой маленький бутылочку маленькую чтобы посадить туда жука домой принести засушить для коллекции и вот идем домой а один жук уселся мужу на руку тот от неожиданности его смахнул ну и нес бы его домой дома бы как раз и сосушить мы на этих жуков и пошли домой пришли домой я выкладываю продукты и сумки а на дне жук хорошо что у меня ума хватило не брать его руками а смахнуть в баночку полезла я в интернет чтобы узнать кого мы поймали оказывается это жук на рыбник называются они так не случайно яркая предупреждающая окраска говорит сама за себя жуки на рыбники ядовиты поэтому они не пугливы интересно что яйца эти жуки откладывают в норку на цветки или в пчелиные гнезда из яйца выводится личинка которая питается содержимым пчелиного гнезда или запасами насекомых в гемолимфе и тканях тела этих жуков содержится вещество конторидин вот именно он и вызывает вот это кара конторидин и вызывает раздражение кожи и слизистой оболочки если это вещество попадет на руку может появиться пузырь краснота говорят что это если много вот этого вещества то появляется головная боль вот этот жук на рыбник является вредителем пруса саранчи без крылой кобылки он называется вот этих много видов вот этого жука 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 на рыбника но именно вот с такими пятнышками это на рыбник четырехточечный хорошо что мы я этого жука не брала в руки а то еще неизвестно как бы моя кожа отреагировала на вот эти его выделения не зря же его так назвали жук на рыбник да красивый ну и можно полюбоваться издалека поэтому покажите деткам такого жука и скажите что если они увидят его на улице чтоб не ловили это не божья коровка а он ядовитый этот жук да лучше смотреть на него со стороны